Джанни Радари, жареная кукуруза. Давным-давно жил в стране Мурландии король по имени Аквальберто. Из-за того, что был он очень жадный и жалел каждый грош, все звали его Грошовый. Он даже корону не каждый день надевал, боялся, что она упадет и расколется. Корона хранилась в особой королевской кладовой за семью замками. Приближался день рождения короля, и король сказал своему главному министру, графу Хитрюге, я не желаю знать заранее, что вы мне подарите, но таких глупых подарков, как в прошлые годы, я не потерплю. Ваше Величество, вспомните, ведь в прошлом году мы вам подарили чудесную золотую корону, а в позапрошлом двух замечательных белых коней, а еще раньше серебряную карету. Вздор, рассердился король. Корона только сверху была позолочена. Вместо коней мне подсунули ослов, а в вашей карете негде было повернуться. На этот раз, Ваше Величество, останетесь довольны. Пусть это будет сюрпризом, но народ решил подарить вам статую, прошептал министр. А какую, сказать не могу? Его недаром звали Хитрюгой. А надо вам сказать, что за несколько дней до этого разговора граф Хитрюга был на охоте. Он сильно проголодался и завернул в маленькую загородную харчевню говорливый сверчок. Обед ему подал хозяин харчевни, он же повар и слуга. А ты знаешь, что ты и король Аквальберту похожи как две капли воды? Сказал ему Хитрюга. Что вы? Я Анджелоне по прозвищу Жареная Кукуруза. Я похож на своего отца. Все знали, что отец Анджелоне открыл кузницу в Венеции, где не было ни улиц, ни лошадей, а только каналы и лодки. Но посмотреть на этого чудака приезжали крестьяне со всей округи. Приезжали на лошадях, и работы у кузнеца было хоть отбавляй. Ты не глупее своего отца, Анджелоне, прошептал граф Хитрюга. Если хочешь хорошо заработать, едем в столицу. Там я скажу, что ты должен делать. И они отправились в путь. Министры, придворные, генералы и их дети собрались в парадной зале и запели. Поздравляем короля! Тра-ля, тра-ля, тра-ля-ля! Их нестройный хор разбудил короля. Наконец, звон колоколов возвестил наступление дня рождения короля. Палили все пушки королевства. Где же подарок? Закричал король и бросился к окню спальни. Посреди площади под золотистым покрывалом стояла статуя. Живо подайте туфли, чулки, мантию, приказал король. Сегодня надо надеть и корону, напомнил граф Хитрюга. И корону под надежной охраной принесли из королевской кладовой. Вокруг статуи собрались люди. Хоть бы она была из дерева, говорили одни, тогда с каждого из нас придется по грошу. Только бы не золото, тогда мы все разорены, говорили другие. Король собственноручно сдернул легкое покрывало и удивился. На статуе мантия, которую я носил в прошлом году, и мои охотничьи штаны, а как похожа она на меня, мой нос, мои глаза, мои усы. Вдруг статуя вскинула руку со скипетром и провозгласила. — Сто лет жизни тебе, великий король Мурландии! — все дружно зааплодировали. — Ты исполни свое обещание, граф Хитрюга. — Это и вправду сюрприз, — сказал король. — И я подарю тебе золотое кольцо. — Нет, только дырку от кольца. Когда зашло солнце, Анджалоне, а именно он изображал статую, сошел с пьедестала, чтобы поесть и выспаться. Ведь ночью в Мурландии спали даже стражники. Прошло несколько дней. Но вот в город приехал охотник, который часто бывал в харчевне, говорливый сверчок. Он сразу узнал хозяина. — Что ты тут делаешь, Анджалоне? — Что случилось? — спросил один горожанин. — Анджалоне! — хозяин говорливого сверчка рехнулся. — Эй, жареная кукуруза, слезать с пьедестала! — кричал охотник. Вокруг собиралась толпа. Мальчишки смеялись. — Эй, жареная кукуруза! — и бросали в Анджалоне камушки. Анджалоне вдруг спрыгнул с пьедестала и, размахивая скипетром, погнался за мальчишками. А со всех сторон слышалось. — Эй, жареная кукуруза! — Однако давно не ел я жареной кукурузы, — сказал сам себе Анджалоне. Бросил на землю скипетр, мантию, корону и вернулся в свою харчевню, говорливый сверчок. А королю сказали, что статую похитил Зой-волшебник, подосланный королем Бресландии Лео X. Но никто не сказал королю, что с тех пор в народе его прозвали «жареной кукурузой». Конец. Для вас читала Анастасия Макарова. Конец.